Когда ветераны приходят в школу, да? А вы выходили в школу, нет, или не получилось как-то? Я уже был в ремесленном училище, я 8 классов кончил, когда началась война, и пошел в ремесленное училище. Но в ремесленное училище я проучился год, как раз с 40-го года, и началась война. И нам сразу же дали пятый разряд токаря, я работал уже на заводе токарем по 12-15 часов. Мы на военном заводе работали, выполняли военные заказы, точили снаряды, все там. И потом, когда под Ленинградом, когда была блокада Ленинграда, там же подвоза не было, был полукружен только через Лазаревское озеро, не хватало шоферов. Так военкомат мобилизовал людей, всех шоферов собрал, и таких вот ребят, как мы, и стали обучать машины. Мы выучили там за 2-3 месяца машину, газики тогда были старые, выучили на шофера, и организовали колонну 50 машин, и поехали на артиллерийский склад получать снаряды, ящики со снарядами. И нас отправили на фронт. То есть вы на Дорогу жизни попали, Ладожскую? Я подъезжал, я как, значит, я попал в автобатальон. В автобатальон, значит, когда мы получали снаряды на артиллерийском складе, нас направили, дали маршрут до Осташкова ехать. Осташкова, это какое-то Калининское область, что ли. Туда мы приехали, там, река ловать. Мы приехали на реку ловать, расположились, стали ремонтировать машины, там все, и стали ехать по 5-6 машин маршруты, значит, грузить снаряды или продукты, и ехали к Ладожскому озеру. Это далеко оттуда ехали. По 5 машин давали на 5 дней продукты. По дороге, конечно, не хватало это все. И обстреливали, стреляли по дороге, гибли наши эти машины. Много у нас целый. Весь батальон за... В течение, значит, мы в юле попали, то есть в марте попали в Осташково, на фронт я попал только в марте 43-го года. В 42-м году меня взяли в армию, мы пока готовились в 43-м, мы уже попали в марте месяца попали на фронт. И вот мы в автобатальоне возили, подвозили к Ладожскому озеру продукты и снаряды. Там мы сгружали, и оттуда уже опытные шофера, опытные шофера через Ладожское озеро на пароходах, на этих катерах, на всех этих баржах подвозили к Ленинграду. Вот Ленинград голодал, умирал, Ленинград был окружен. Очень интересно. А вот ваша история. Вот знаем теперь мы историю Ладожское озеро, это дорога жизни, да? Дорога жизни, вот это. Знаем Нормандию, Неман, там сын полка у нас кто? Вот вы у нас сын полка, Алекс, правильно же? А вы где там воевали, расскажите вот уже позже. 6 января меня привели, я первый раз получил душ, одели меня в военную форму, что в кирзовый сапог я мог две ноги поставить. А тут все висело. Через два дня мне сшили форму, и я уже был мачо-бой. Вы знаете, что такое сын полка? Ну-ка, отвечайте. Что такое сын полка? Я, честно сказать, не знаю. Это орфанс, это беспризорники, которые попали в военные части, в различные. Это называется сын полка. Их взяли служить в армии вот в таком возрасте, когда они были совсем маленькие, да? Вот такой вот я был. И оттуда, из нашего местечка, когда мы пришли, брат пошел в одну часть, я пошел в другую часть. И мы с этими частями шли от нашего городка до Германии, Торгау, 100 километров южнее Берлина, где был приказ Сталина всех беспризорников, сынов полков, которые были в различных войсках, отправить обратно в тыл. И вот в конце апреля 45-го года я был отправлен в тыл, попал в Москву на пересильный пункт Стромынка-32, где приходили такие беспризорники. И мы там, значит, по Москве шагали. И когда 9 мая был День Победы, я, как сейчас, помню этот день, нас носили на руках. Меня хотели усыновить одна женщина, которой сын погиб, мы стояли в очереди за хлебом. Я не хотел и, короче говоря, добивался, чтобы поступить в Суворовское училище. И написал диктант, полностью страница была красная, потому что русского языка у меня только нахвачено было. Там, тут, тут, там. И таким образом я думал, что я не поступлю. И я поступил. И 28 сентября 45-го года я пришел на железную дорожную станцию в Москве. И 24 часа приехал я в Воронеж, в Суворовское училище. Какая интересная история. Который кончил, тогда, когда вас еще и в плане не было, в 1951 году. Вот история. Теперь ваша история. Рассказывайте нам вашу историю, потому что, как вы... Вот война началась, у каждого своя была судьба. А как вы столкнулись, вот, ну, как бы, с реальной ситуацией? Вы воевали где-то там? Как это произошло у вас? Да, ну, конечно. Ну, у меня несколько иначе было. Более, более спокойно. Дело в том, что, когда началась война, вот я сказал, что мы все собрались на квартире у бабушки. Вот это интересно. Вот, расскажите, что вы обсуждали? Ну, что же делать дальше? Дальше. А почему что делать дальше? Потому что немцы стремительно наступали. И эти марши, эти броски у немцев были, наверное, менее 50-40 километров в сутки. Они быстро приближались к Киеву. Наш близкий родственник, значит, был одним из руководителей детского дома под Киевом. В этом детском доме находились дети, которых свозили в этот детский дом в 31-м, 32-м, 33-м году. Если слышали, Голодомор. А, Голодомор еще. Да, значит, откуда этих детей брали? Значит, наступило такое время в Киеве и в Киевской области, и в других местах, не только в Киеве или области. Значит, родители, которые не могли прокормить ребенка, подбрасывали их в теплые парадные, вот в городе, привозили в город, находили какое-то теплое парадное, оставляли ребенка, одевали, оставляли ребенка, записку писали, значит, там, Ваня, Петя, 9 месяцев, там, год, 2 месяца, вот, возраст писали, чтобы знали, что это за ребенок, чтобы он, так сказать, не потерял своего имени, что потом когда-то, может быть, все выживут и встретятся. Так вот, наш дальний родственник, ближайший родственник, они дали, да, он был одним из руководителей этого детского дома. И был приказ правительства срочно эвакуировать этот детский дом вглубь России. И для его семьи был выделен вагон товарный, маленький вагон, и он собрал всех родственников, кто хотел уехать. И в том числе наша семья, я, мать и сестренка, значит, с ним уехали в город Сердобск, Пензенской области. Вот в этой Пензенской области был когда-то тоже детский дом, и в этом детском доме были места, и тех детей, которые привезли туда, разместили по корпусам этого детского дома. И тут же вслед за нами из Брянской области на территории этого города Сердобска был эвакуирован Жуковский обозный завод. Этот обозный завод делал подводы для Красной армии. Но поскольку немцы быстро наступали, а подводы нужны были, автотранспорта было мало, основной была конная тяга, артиллерия на конной тяге, вот грузы перевозили, вот такие повозки, да. И они приехали и разместились в этом, в Сердобске тоже был обозный завод, и он принял этот Жуковский обозный завод. Вот. И я когда услыхал, что там, значит, прибыли еще люди эвакуированные, я пошел на завод и попросился на работу. И меня зачислили туда учеником электрика. И вот до ухода в армию, значит, я работал электриком. А как вы в армию попали с этого завода? А, ну, нас взяли на учет, мне же было 16 лет, значит, Ну, получилось так, что нам, нас специалистов было очень мало, электриков и там токарей, то есть всех мужиков, которые могли держать оружие, забрали в армию. И вот на этой молодежи, собственно, держалась, на молодежи, на женщинах, вся эта промышленность держала. Вот. И нас взяли в военкомате на учет. И если кто через военкомат проходил в то время, значит, в военкомате была программа 110 часов обучения военному делу. И вот мы проходили, учились ползать по-пластонски, учились стрелять, учились маскироваться и тому подобное. И однажды я, значит, сидел на столбе, там подсоединял провода, и подошла ко мне женщина и говорит, что вот слезай со столба. Я спустился на этих крючих, были, ну, кто видел когда-то, как сбирались на эти столбы. Она мне подает записку, что я с матерью явились в военкомат, получили похоронку. Отец погиб на Орловском направлении. Значит, мы должны были получить в военкомате документы. Вскоре после этого и меня забрали в армию. Но меня направили, меня и многих направили на Дальний Восток, на границу, так сказать, ко второму агрессору, союзнику Германии и Японии. И вот так я попал в армию, и уже там, значит, прошел там войну, и там я отслужил 7 лет. То есть вас туда забросило? Да, сталкивались с японцами. А давайте узнаем у молодежи. Они знают, что Советский Союз воевал с Японией вообще? Да, ну вот я поэтому сказал, второй союзник был Германией. Был третий союзник, Италия. Вот эти три страны, Германия, Япония и Италия, это заключение, был заключен пакт Берлин-Рим-Токио. То есть по столицам этих стран назвался этот пакт. И задача была такая, значит, уничтожить Советский Союз, собственно говоря, не только Советский Союз, а захватить как можно большую территорию в мире. Что эти три государства, каждый выберет себе тот кусок, который нравится, постарается купировать этот кусок. Немцам нравилась Украина плодородная, Белоруссия. Японцам, наверное, нравилась Канада с Америкой. Японцам, наверное, нравилась Канада с Америкой. Восток обязательно нужен был, государство на островах, территория маленькая, кроме того, вулканы там беспокоят их все время. Давайте спросим нашу молодежь. Скажите, пожалуйста, вот мы говорим о Великой Отечественной войне. Вы знаете, что Советский Союз воевал еще и с Японией, естественно, и с Италией? Да? Да. Ну-ка, что вы об этом знаете? Расскажите. Мы учились в классе, это, конечно, с книжки было, мы не слышали. Вот так интереснее. Какой класс? Я сейчас в одиннадцатом, но я училась два года назад. Понятно. Но мы учились про все эти, назывались в учебнике Alliances. Как Япония была с Германией, и вот Канада была с Россией, с УССР. Мы все это учили в книге, но, конечно, это совершенно другое сейчас сложится от вас. Я сейчас... Да, Алекс, вы хотели добавить... Я хотел добавить, потому что я выступал в школе, и оказался учитель украинец. И когда я выступил, со мной был президент ассоциации Яков. Яков Рац. Яков Рац. И после того, что я выступил, и вопрос возник вот как раз в отношении Allait. Потому что вот меня интересует, в вашей школе, как они считают, вы считаете, или в школе, когда вы изучали историю, кто победил во Второй мировой войне? Вот принципиальный вопрос задаем. Да. Кто победил во Второй мировой войне? Нет. Кто победил во Второй мировой войне? Но мы-то с вами знаем. Как вас учат? Как вам говорят в школе? Вот можете ответить? Да, интересно. Вот это интересно. Мы научили, что это была Alliance с ЮССР и с Канадой. Спасибо. Значит, почему я это говорю? Потому что среди даже наших ветеранов есть, которые выступают и говорят, что здесь в школах канадских учат и говорят о том, что Канада Америка победила, но не Россия. Я в своей практике столько лет выступаю, затрагивая этот вопрос, никогда ни один студент мне об этом не спрашивал и не говорил. Они считают, что это Allied Forces, что все те, которые выступали против нацистов, те победили войну. Ну, я думаю, что уже на самом деле и наши телезрители, и тем более, кто говорит по-русски и смотрит русское телевидение, они сто процентов знают, кто победил в войне. Давайте еще такой вопрос затронем. Большие потери очень были в войне, правильно? Вот, и мне интересно, вы-то наверняка как ветераны знаете, а вот наше молодое поколение знает, какие потери в количестве, сколько людей погибло, скажем, со стороны Советского Союза? Какие цифры вот сейчас называют? Примерно хотя бы? Нет? Мы учим, что это 50 тысяч миллионов, или 50 миллионов, извините, 50 миллионов погибло, сколько раненых было, это уже невозможно читать. Это во всей войне, да? Да, конечно, это ужасно. Я хотел бы добавить то, что когда наш батальон постепенно по несколько машин ехало и помогало Ленинграду помощь, мы подъезжали к Ладожскому озеру с продуктами, с этими, со снарядами, там пароходы уже, это летом было, пароходы туда уже направляли машины, которые уже опытные, шоферация есть. Мы только до Ладожского озера давали. Но дорога вся была осыпана бомбами и все. У нас погибало много машин. Из нашего батальона, из нашего автобатальона осталось всего, наверное, 10-15 машин с 50. Все были погибшие, все там по дороге гибли. Я как-то вышел там, не знаю. Потом у нас ведь как? Если разбита часть, нас расформировывают и посылают в запасной палк. Запасной палк. Значит, наш батальон расформировали, потому что не было уже людей и машины разбитые все. Нас послали остатки этого батальона. Остатки послали в запасной палк. Запасной палк находился в лесу, около железной дороги. Там расположились мы в лесу. Месяц мы работали, грузили пульманские вагоны. Сгружали эти снаряды, гружали в лес, собирали. Там был склад такой. И мы месяц оборвались. Ну, еда только... День и ночь мы там работали. И это... Ну, постепенно менялись. И питание приносили только в суп. Это в котел. Дадут нам суп, покушаем и дальше работаем. Грузили мы целый месяц. Потом пришли покупатели, как мы называли их. Это с фронтов, с этих, с передовых позиций приходили покупатели. Нам нужно... Потому что там в запасном полку все разбитые части были. Давайте узнаем, какие у вас вопросы возникли к нашим ветеранам. Вот вы столько интересных историй услышали. Не до конца мы все дослушали, потому что время очень ограничено. Но мы знаем, у нас есть западная часть СССР, практически Польша. У нас есть Киев, у нас есть Москва, у нас есть Белоруссия, у нас есть Киев тоже. Вы видите, киевлян как много. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Кому вы хотите задать вопрос? Вам. Алекса. Я слышала, когда мы читаем в книгах, что антисемиты говорят, что евреи сидели и не участвовали в войне, и сидели в Ташкенте. Как вы можете сказать об этом? Очень просто. Вот вы видите, сидят тут три ветерана, и как раз получилось, что три ветерана все евреи. И историю нашу вы слышали. Но добавить вам, чтобы у вас были четкие исторические данные, вот у меня есть целый материал, который вы можете всегда познакомиться, причем даже на русском языке. И тут написано, что участвовало в коалиции, алоис всех войск, значит, миллион, один миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч. Это всех стран. В России в Красной Армии воевало пятьсот тысяч евреев. Из них двести тысяч погибло. И перечисляются тут все командующие, кто был, на каких войсках, в каких войсках. Это целый-целый труд, который я этот труд имею. И это для школы, когда вы нас пригласите еще раз, чтобы у вас выступать, мы сможем познакомиться со всеми этими данными. Вот это ответ на ваш вопрос. Очень хороший ответ. Я бы еще прокомментировал, поскольку, насколько я помню, даже книга такая написана, «Героизм героев евреев на войне», даже издана в Израиле и здесь, по-моему. Есть же такая книга даже, целая и опубликована. Причем нашим ветеранам, которые здесь живет, в Торонто, да? Да. Поэтому на ваш вопрос мы ответили. А теперь какой вопрос наши ветераны хотят задать нашей молодежи? Пожалуйста. Ну, я бы хотел сказать, чтобы не видели они эту, чтобы они не дожили до такого страшной этой войны, чтобы они этого не видели никогда, потому что, когда все молодежь, вся пережила это, чтобы они этого не видели никогда, этой страшной войны. Что вы хотели сказать? Я слушаю и думаю, все говорят, как начиналось, как было тяжело. Какая у вас была реакция, когда вы узнали, что война закончилась? Вы меня спросите? Давайте по порядку, Алекс. Только коротко. Когда война кончилась, я уехал с фронта за несколько дней до того, как праздновали 9 мая, там стреляли. Я это ощущал, и я вам уже говорил об этом, повторю, в Москве. Будучи в Москве, в этот день нас носили, все те, кто был в форме, носили на руках. Это бы люди плакали, люди смеялись, люди танцевали, люди радовались. Вы что скажете? Ну, дело в том, что я услыхал, находясь на службе в армии. Естественно, ликование было безмерное, и сразу у каждого, конечно, солдата, офицера возникала мысль, вот наступило время, когда можно встретиться с родственниками, с знакомыми, с друзьями, кто остался жив. Радость была безграничная, потому что и потери были очень-очень страшные в этой войне. Ну, и еще что хотел бы я пожелать молодежи, несмотря на то, что мы сейчас живем в прекрасной стране, мирное время, ну, вот те, то, что вы услыхали из уст ветеранов, желательно передавать молодому поколению. Напоминаю, что когда-то вот ваши родственники, деды, прадеды, вот, воевали со страшным врагом, с очень сильным, коварным, страшным врагом. И благодаря огромному количеству жертв, энтузиазму людей, желанию как можно скорее добиться победы, люди не считались, работали на производстве по 18-16 часов, вот, и ковали, действительно ковали, как кузнецы ковали эту победу, не говоря уже о том, что армия делала свое доброе дело, била немецкие войска. Спасибо. И вы? Я встретил победу, потому что я был уже в Москве, как инвалид войны. Меня ранило на фронте, я попал в артиллерийский полк после разгрома автобатальона, и в артиллерийском полку мы попали в окружение, и там меня ранило, и оттуда я попал в госпиталь. Полгода я лежал в госпитале, меня ампутировали стопу, и ранили бок, у меня разрезали там все. И дом, я ночью, я знал, ночью объявили, что война закончилась, сразу свет включился в Москве, я помню, свет появился, и все выбежали на улицу, все целуются, все обнимаются, ночью это было, ну, в час, в два, так вот, я помню, ночью. Все вскочили и все бежали, бежали все в центр, и там всю ночь, и весь день плясали, танцевали, прыгали, и светло стало сразу, совсем другое какое-то настроение было. Но я хромал тогда еще, у меня ампутирована стопа. То есть не удалось потанцевать вам на этот день? У меня была ампутирована стопа, я еще плохо ходил, и, ну, вот, такое радостно было просто. Ну что, ответили мы на ваш вопрос, да? Да. Почувствовали себя на Красной площади в День Победы, да? Угу. Спасибо всем большое, что мы так хорошо с вами сегодня поговорили о этом дне, дне начала войны, но, как всегда водится, начали мы с дня начала войны, но нам затронули очень многие темы. Все истории, которые мы сегодня слышали, они, каждая по-своему уникальна, у каждого человека своя судьба. И мы благодарны вам, что вы смогли нам донести до нас и до наших зрителей ваши замечательные истории. А, девушки, вам огромное спасибо за то, что вы так внимательно и с интересом слушали наших ветеранов. Я думаю, что мы сейчас с вами попрощаемся с нашими телезрителями и еще раз скажем, что никто не забыт, ничто не забыто. Правильно? Да. Это организации, которые нам помогали в проведении этого эфира. У нас вот здесь висят баннеры Canadian Russian Journey Organization и Little Russia Session of Canada. И Алекс, один из участников этих организаций, возглавляет там комитет ветеранов. В общем, здоровья вам всем. И чтобы мы еще много-много раз встретились в этой студии. Дай Бог. Удачи. Спасибо. Всего хорошего. До встречи в следующую субботу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.